нужно ли отбрасывать мораль человеку а я хочу просто это задали вопрос мой ответ а нужна ли верность человеку нужно ли оставаться человеком или нужно быть животным ведь можно есть как животное убивать других людей как животное нужно ли любить своих родителей это же все элементы морали но вот как такой вопрос вообще может возникать это что за не люди такие которые говорят что родители плохие с ними лучше не общаться как такое может быть когда человек не может и когда человеку плохо человеку нужно максимально помогать он и есть долг кармические карма не отпускает вас вы должны быть благодарны что у вас есть возможность таким человеком поработать у меня была знакомая такая у нее мама в очень плохом состоянии она болеет заболевание альцгеймера и в этом состоянии обрывает обои их ест и еще что-то делает она так мучилась 8 лет деградация просто колоссальная и она сама истощена и мама страдает ей говорю послушайте ее женя зовут я говорю послушайте послушайте женя вам не нужно самой это делать у вас есть возможности наймите няню которая будет за ней смотреть наймите сиделку которая будет смотреть найдите или найдите такое место где она может быть безопасности вы же не знаете что с ней будет происходить в следующий момент и она должна с кем-то контачить она уже не может сама за собой ухаживать она не может сама мыться она не может этого всего делать есть дома такие куда можно этого такого человека отдать и там за ней будут досматривать за доплату и почему для нее будет лучше она уже не будет ощущать или осознавать что это предательство ну и не считайте сами для себя почему но если ее посещать если с ней быть и помогать ей вы же стараетесь делаете что-то для неё но ей там будет лучше почему ей во время дадут витамины во время уколят укол во время ее помоют и никто не будет для них это работа для вас это страдание помнить цветущую прекрасную добрую теплую маму и потом видеть существо которое не помнит никого и которое превращается в другое существо очень тяжело нужно хранить свою душу и помочь этому человеку более эффективным способом на самом деле ей не дочь нужно в этот момент на самом деле нужен врач то есть врач или нянечка или сестра палатная она должна смотреть за таким человеком помогать такому человеку и она так и поступила потом приезжает и говорит андреевич огромное спасибо потому что я приезжаю в субботу она нарядненькая щечки розовые там все чистенько потому что дома она сидела в двухкомнатной квартире ходила то удариться то обою сорвет то съест там какие-то обои то еще что-то там сделает обкакается то еще что-то говорит я приехала у них там все закрыто чистенько она с такой же бабушкой там ходит и говорит хорошо ей там я говорю ну и вот зачем вы она говорит но я просто ощущала это как предательство я говорю ну сейчас ощущаете нет я понимаю что и лучше как я могу ощущать я не призываю к предательству я говорю о том что есть еще и разум ну и конечно же нужно ли любить своих родителей ну конечно же нужно любить это знаете такие есть люди которые говорят там вот я сегодня видел видео такое перед тем как записать это видео один мужчина говорит я сам себя он обратился к врачам и его кастрировали то есть теперь он осознанно не будет иметь детей и там очень большой отклик там тысячи человек написали что мало какой молодец и так людей очень много на земле живет и еще много рождается зачем этот голод и так далее его родители мечтали о нем его родители воспитывали его бабушка там такие времена были когда стога огромные слились в окопы длинные не грела тело гречка и никому не хватало денег мои родители отец на тракторе работал мама уборщицей семеро детей в семье всем было тяжело они рожали детей и они желали счастливой судьбы они желали счастливой судьбы потому что это для них было продолжение рода видеть таких вот во внуках видеть маленьких дедушек и бабушек зачем они жили зачем эти люди жили и вот я этого человека хотел бы спросить зачем ты живешь для того чтобы поесть не интересно для того чтобы деньги заработать тоже не интересно для того чтобы напиться тоже не интересно это временно для того чтобы состариться Ну так, а смысл получается этой жизни? Смысл жизни, когда не для кого? Когда не для кого, то для кого? Для Бога? Ну тогда нужно идти в монастырь. Вероятнее всего этот человек просто не понял, он просто не должен кастрировать себя, он должен идти в монастырь и служить Богу. То есть жить для Бога, вероятно его душа требует этого, но точно и будучи монахом, будучи монахом просто уже ничего ему не нужно будет. Ну как-то так это все выглядит, мне лично это больно. Конечно можно бросить в мой огород палку и сказать, ну а как же большое количество людей они рождаются. Да, я согласен с этим, но я хочу вам сказать, что между тем с 90-х годов я вижу планомерное, постоянное изменение демографии не в лучшую сторону. То есть когда говорят, что во всем мире количество людей растет, я обычно удивляюсь. Почему? Потому что в России умерло за 20 лет там 50 миллионов населения, в Украине умерло 30 миллионов населения. То есть я что-то не могу понять. Если говорят о том, что людей рождается больше, почему тогда их стало меньше? А сейчас еще более падают демографические показатели. А почему это происходит? Плохое питание, плохая экология и почему-то женщины очень сильно худеют, это очень популярно, употребление наркотиков, ведение беспорядочной жизни, мутированные заболевания мочеполовой системы, грибковые заболевания, герпетические заболевания, торч инфекции, вирусные отягощения, иммунные отягощения. Это все приводит в дальнейшем к тому, гендерные, это все приводит в дальнейшем к тому, что происходит уменьшение рождаемости. Сейчас не редкость, в отличие от прошлых десятилетий, не редкость, когда мужчина и женщина, любящие друг друга, не могут иметь детей. Именно поэтому я хочу вам сказать, когда вам говорят, что очень много людей рождаются, лично я в это не верю. Почему? Я вижу обратное. Я вижу обратное. Да, когда приезжаю в Шри-Ланку, там очень много людей в Шри-Ланке, в Индии очень много людей, но их там всегда было много. Они там всегда в большом количестве были, но их умирает много. Они так живут, многие из-за антисанитарии, многие не доживают до 40 лет, до 50, очень много болеют людей, потому что они так живут. Все инфекции, которые могут быть, они там ими болеют, поэтому когда мы туда приезжаем, то для нас это чуть-чуть страшноватенько. Ну ладно. Нужно ли отбрасывать мораль? Я считаю, что единственное, что делает человека человеком, это моральные устои человека. Это семья, верность, родители. Если это все отбросить, то 100% чертова матерь будет довольна. Поэтому, если люди, которые отбрасывают заботу о родителях, заботу о детях, верность своим близким, верность своим идеалам даже где-то, то, скорее всего, они пойдут к чертовой матери. Такие люди, ничего с этим сделать нельзя.